В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Алиса Харлина. Главная тема сегодня. Вместо ценных вещей пришлось делить срок. Участники разбойного нападения и убийства услышали приговор суда. По-взрослому отдохнули, придется также и расплачиваться. Троим молодым людям придется ответить за издевательство над девушкой. Тресв, как стеклышко, любопытные кадры рейда «Пьяный водитель». От сессии до сессии живут студенты весело. И в любые времена все старались как-то заработать на незапланированные расходы. И осуждали общественники начинающих предпринимателей, которые после учебы из-под полы торговали компакт-дисками и прочим. Сегодня все это фантики. Сейчас мы покажем оперативную съемку, на которой молодой человек скромно вводит следователей с места на место, проясняя картину произошедшего. Уголовное дело было возбуждено по факту обнаружения вечером 10 июля 2012 года в своей квартире, которая расположена в одном из многоквартирных домов города Рязани, тело 24-летнего молодого человека с признаками насильственной смерти. В квартире был беспорядок, свидетельствующий о том, что в ней что-то искали. Однако, по заявлению хозяйки, из дома ничего не пропало. А должно было, по крайней мере, по планам грабителей. Четверо молодых людей смекнули, что у знакомой предпринимательницы дома есть чем поживиться. Судя по всему, верховодил этой компанией некий Никита. Пришли, он сначала квартиру перепутал, Никита. Потом мы спустились, съездили, для чего-то непонятно, ничего, съездили в офис. А где располагался офис? Никита. Преступники подготовились так хорошо, что более года уголовное дело оставалось нераскрытым. И это при том, что один из нападавших работал на женщину, да и погибший сын был им знаком. Никита такой, типа, давай не ломайся. И это. Взял, и мне, короче, налепил на пальцы. Сам Никита? Да, да. Что было дальше? Сначала он мне, а потом как бы себе одел и перчатки на руки. Сказал, что я руки, короче, в карман убрал. Ага. И после этого мы вышли и пошли. А вы добровольно вот дали налепить пластырь себе? Он говорит, дай руки. Ага. Я говорю, зачем? Он говорит, так надо. А на какие пальцы он налепил вам пластырь? На все. Именно куда, покажите? На все. На фаланге, да? Да. С целью хищения они вчетвером на машине приехали к дому, где проживала женщина-предприниматель. Коркин и Марков остались в машине, а Кирилюк и Сталаев поднялись в подъезд и позвонили в дверь квартиры. Первое препятствие – дверь с дымофоном – благополучно миновали благодаря выходящей из подъезда паре. Я стою с ним общаюсь, говорю, ну вот дальше какие-то план действий. И услышал то, что кто-то из квартиры выходит. Я вообще был в шоке и не знал, ну, куда деться. А вышел как раз Артем. Как фамилия Артема? Митясьев. Угу. Мы с ним поздоровались. Он был в шоке меня видеть вообще там. И я как бы, ну, а этот взял и ударил. Кто этот? Никита Сталаев. Ударил его, стащил в квартиру. Сказал, чтобы я зашел вместе с ним на квартиру. Дальше что было? Я зашел, он мне сказал стоять на кухне. Денег и ценных вещей преступники так и не нашли. Но молодого человека это не спасло. Налетчики не стеснялись. В методах выбивания информации в ход пошел даже нож. Тема лежал так же. В таком же положении? В таком же положении. А голова как была? Главную прямую, да. И в уже крови. А в каком области в уже крови была? Ну, ближе к крови. Затем молодые люди связались с двумя подельниками. И на их автомобиле скрылись с места происшествия. В суде уголовное дело рассматривала коллегия присяжных заседателей. И 15 сентября приговор прозвучал. По 19 и по 8 лет лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу. И может быть обжалован в суде. На дороге бывает всякое. Мокрый асфальт, плохая видимость, неисправность автомобиля, усталость водителя. Абсолютно любой фактор может привести к аварии. Но если речь о пьянстве за рулем, это, простите, уже не обстоятельства, а личный выбор. Почему мы, добропорядочные граждане, должны полагаться на совесть людей, которые с трудом выговаривают слова при задержании? Тогда вспомним другую статистику, согласно которой любители пьяных поездок в большинстве своем от своих веселых покатушек не отказываются даже после наказания и лишения прав. Вдумайтесь, за 8 месяцев на территории региона выявлено почти 4000 нетрезвых водителей транспортных средств. Третий из них в Рязани. Это кадры, предоставленные сотрудниками ОМВД. Так выглядел их рейд выходного дня с говорящим названием «нетрезвый водитель». Впрочем, каждый из задержанных периодически икая, и, переходя от просьб к угрозам, до последнего держит оборону. Пить надо меньше. И за рулем садиться. А я не сказал, я ничего не подписываю, не буду. Это ваше право. Не опасно. 40 только пойманных пьяных водителей и только за выходные. Вспоминают кого угодно – влиятельных приятелей, маму с больным сердцем, строгих начальников и недоверчивую жену. И абсолютно никто не думает о других участниках дорожного движения. Главное – не попасться. Я не водитель. Я на машине не ехал. Вы, Игорь Борис, уезжаете? Сейчас из-за ваших. Понятым это не нужно. Меня сейчас запроют. А у вас все равно, да? Хорошо. И ты приглашен, для того, чтобы пройти освидетельствование вас. Вы будете проходить освидетельствование в присутствии двух командARY? Вы отказываетесь, да? Да. Пройти освидетельствование. Еще раз, громко, четко, ясно в камеру скажете. Вы отказываетесь пройти медосвидетельствование? Полиция. Где вы? На месте согласны? Пройти медосвидетельствование? Здесь нет. Полиция согласна пройти медосвидетельствование? Да. Прогalanф amigo от управления транспортом средством. Ну, понятно. С чего это разница? Нет, машина не моя. Это раз. Так, и что? Так, и что? Не ваша машина. Управляли вы ей? Нет. Есть видеозапись, как управляли. Я ее не управлял. Где прописаны? Я? Да, в Саратове. Есть и такие, кто наотрез отказался от медицинского освидетельствования. И удивительное дело, в то время, когда одни непреклонно и неумолимо протестуют против пьянства за рулем, всегда находятся активисты, которые будут уверять, что в общей массе процент аварий по вине нетрезвых водителей не так уж и велик. Очнитесь, человек с трудом управляющий своим телом, облеченный в железный короб на колесах, как оружие массового поражения. И никто не знает, куда оно выстрелит и сколько человек покалечит. Призывать любителей пьяной езды к благоразумию занятие неблагодарное и совершенно бесполезное. Но это не значит, что им можно потворствовать и смело садиться на пассажирское сидение. Медицина сегодня хоть и шагнула далеко вперед, но воскрешать людей мы еще не научились. Мы долго думали, как подать следующую неприятную историю, в которой пострадавшей оказалась молодая девушка. С одной стороны, по-человечески не хочется напоминать ей кадры оперативной съемки. С другой, есть три негодяя, которые решили, что могут безнаказанно развлекаться как душе угодно. Мы часто слышим, что жертвы сами провоцируют преступников, вызывающие одежду или поведением. Но вот вам другой пример. Добропорядочная девушка, я уточню, трезвая, просто возвращалась от подруги. И практически в центре города подверглась нападению. Это случилось еще в январе около пяти часов вечера. На оперативных кадрах ни одного целого предмета одежды. Девушка шла домой. Между улицами Политаева и Березовой стояли на парковке автомобили. В одном из них и подстерегала беда. В каждом из троих молодых людей было по бутылке водки. И это при том, что двоим из нападавших она еще не положена по закону. Им нет восемнадцати. Завидев проходящую мимо девушку, у негодяев созрел план – затащить ее в салон и изнасиловать. Под угрозой смерти девушку затолкали в машину и вывезли за город. Автомобиль остановился, когда безнадежно застрял в колее. После этого совершеннолетний сразу же достает из багажного отделения бутылку, пустую бутылку из-под водки. Говорит потерпевшая выйти из автомобиля, она выходит. Он незамедлительно приближается к ней и наносит ей три удара бутылкой в обзор головы. От чего бутылка разбилась, потерпевшая падает на землю и начинает кричать. Протокол страшно читать. Девушки разбили лицо и два часа над ней изощренно издевались. Один из несовершеннолетних предпочел наблюдать со стороны. Затем зачинщику преступления пришла в голову другая гениальная мысль. Вместе с жертвой отправятся в сторону Южной Окружной, чтобы найти добровольцев, которые отбуксируют их автомобиль. Злоумышленников не смущало, что кто-то обратит внимание на их спутницу. Воспользовавшись моментом, девушка из последних сил рванула через дорогу к первой же машине. Водитель помог ей добраться до ближайшего бизнес-центра. Охранник, к которому обратилась девушка, пояснил о том, что действительно из головы у нее текла кровь, она находилась в истерике и сообщил о том, что ее изнасиловали совсем недавно в лесопосадке. Злодеев задержали прямо у легковушки. Самый старший из них уже знаком с процедурами протокола и допросов. А вот несовершеннолетние сообщники характеризуются напротив, только положительно. Согласно санкциям, статьям грозит по 10 лет за каждое преступление. Я напомню, нападение произошло в 5 часов вечера, когда по большому счету город пустым не бывает. Впереди осень и неизбежно придется возвращаться по темноте. Мы спросили у следователей совета, как же себя вести, чтобы отделаться минимальными потерями. В любом случае необходимо призывать о помощи, потому что это самое важное, потому что соседи в любом случае везде рядом дома располагаются. То есть сосед курит на балконе, выглянул в окно, увидел, что тащит ее в салоне автомобиля. То есть банально вызвать сотрудников полиции, либо просто крикнуть с окна о том, что вы что делаете. Может быть они бы испугались и перестали бы совершать противоправные действия. Соответственно, пытаться в любом способе убежать. И не сбрасывайте со счетов, что без наушников окружающие посторонние звуки слышно гораздо лучше. И в заключении хорошая новость. В Академии Всенроссии прошел восьмой международный турнир имени Михаила Калашникова по стрельбе из автомата. 26 команд, представляющих ведущие ведомства страны, соревновались в ловкости и меткости. Мы встретились с победителями командного первенства открытого класса, сотрудниками отдела специального назначения «Росич». Как говорил Конфуций, отправляя бойцов на войну неподготовленных, мы предаем их. Поэтому в первую очередь практическая стрельба – это огневая практика, это введение огневого боя из различных положений, с различных расстояний по различным целям. В чем оно положительно? То есть в принципе сейчас, как вы знаете, что военные действия ведутся не масштабно, а военные действия ведутся в населенных пунктах. Это считается больше, конечно, в полицейской тактике, но больше приравнивается к ведению боя в населенных пунктах, это в городских условиях – помещения, здания, подвалы и так далее. Сегодня действительно жаль, что их лица и звучные фамилии так и останутся за кадром. Такая профессия – быть незаметными, оставаясь на первом плане. По сути дела, сотрудник, он постоянно готов выступать на таком уровне. И речь не только о соревнованиях. Это для нас они терпеливо, без спешки, выполняют несколько упражнений, демонстративно одеваются и скромно показывают кубки. На службе каждый, как взведенный курок, незамедлительно готов приступить к выполнению обязанностей. Как пример, Нальчик, 2005 год. Вы помните точечные нападения боевиков, в том числе точечные нападения, как было на наиболее стратегические объекты, начиная с РОВД, МВД, в том числе и нашего управления, Федеральная служба исполнения наказаний, было с целью завладения вооружения, вооружения незаконных бандформирований и ведения боевых действий в городских условиях города Нальчика. На турнире их отряд представляли четыре бойца. Рязанскую область справедливо можно причислить к одним из самых сильных регионов. Мы уже способны стрелки, не первый раз в подобных соревнованиях и турнирах поступают, достигали определенных успехов, побеждали. Поэтому, в принципе, рабочий коллектив слаженный уже стрелял. Вообще соревнования с каждым годом, они все больше и больше развиваются. То есть больше участников становится, больше регионов. А сложнее становится? Да, намного сложнее. Упражнения сложнее становятся, они интереснее. Упражнения вообще не повторяются никогда из года в год. Они всегда постоянно разные. Вот. Это упражнение, оно производится на точность попадания, а также на время. Во-первых, работа с оружием, навыки стрельбы, скоростной, скоростного выстрела первого. Ну, в первую очередь, это для стрелка, а именно работа с оружием, она всегда полезна, как опыт. То есть, если человек не стреляет долго, каким бы он хорошим стрелком не был, все равно он уже на уровне становится меньше. Сама стрельба, она, ну, мобилизует, тонизирует. За 23 года существования рязанского спецназа «Росич» многие сотрудники отдела удостойны наград самого разного уровня. Они априори должны виртуозно владеть табельным оружием и приемами борьбы. И сколько бы им не задавали вопрос о причинах выбора такой непростой профессии, он до сих пор ставит их в тупик. Я скажу просто, я это умею делать и делаю это неплохо. То есть, я на своем месте. Программа «Вызов принят» поздравляет всех победителей турнира, в том числе начальника отряда исправительной колонии номер 3 Антона Гилева, который отличился сразу по нескольким позициям. Это были главные криминальные события минувшей недели. Если вы оказались в непростой ситуации и требуется совет экспертов, обращайтесь в нашу редакцию. Попробуем разобраться вместе. Напоминаю, телефоны 720020 и 720021. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова